Глядя на холёный вид и аристократичные манеры Александра Малинина, многие думают, что это человек голубых кровей, получивший прекрасное воспитание в обеспеченной семье. Но на самом деле Александр Малинин, чья настоящая фамилия Выгузов, родился в Свердловске. Мать его была маляром-штукатуром, папа работал на железной дороге. Жили они в старом холодном бараке. Денег, которые родители зарабатывали на железной дороге, хватало разве что на еду, да на бутылку. Одни штаны, одна пара башмаков, ну, в общем, такая босоногая нищета. Сегодня Александр Малинин богатый человек. У него красивая и успешная жена, прекрасные дети и чудесный дом. Они же телефоны меняют, чтобы я не звонил им. Телефоны меняют. Все, позвонишь уже где-то с другой телефона. Одни журналисты пишут, что бедный облезлый папа в прошлом алкоголик не вписывается в картину идеального мира Александра Малинина и его супруги Эммы. Они просто его стесняются. Другие говорят, что все гораздо сложнее. Да, вот эта комната Николая Степановича, вот здесь у него диванчик. Тут у него все как бы стол, стол у него тут он вот кушает иногда, когда не хочет на кухню идти. Татьяна – вторая жена Николая Выгузова. Ради нее он оставил мать Александра Ангелину. Татьяна была подругой матери-артиста. Александр уже был взрослым, уехал в Москву. И известие о том, что отец уходит в другую семью, в другой женщине, видимо, его шокировало. И после этого отец и сын перестали общаться. Осенью 2017 года отец Александра Малинина попал в больницу с инсультом и инфарктом. И каждый день ожидал увидеть в дверях палаты своего знаменитого сына. Он там 7 дней в этой больнице пролежал, вообще просто вот как овощ. Вот вообще ничего не соображает, лежит и все просто вот. Но Александр Малинин к нему не приехал и даже не позвонил. Обида на отца у артиста родом из глубокого детства. В доме всегда была ужасная атмосфера. Отец будущего короля романцев с сыном разговаривал редко. Основным аргументом в воспитательном процессе были тумаки и зуботычины. Может, поэтому Саша в 14 лет сбежал из дома и стал выступать с военным оркестром. У Саши был большой талант. И в 17 лет он поступил в студию эстрадного искусства при Свердловской филармонии. Потом отправился покорять столицу. Его взяли в известный ансамбль «Голубые гитары». Фамилия Выгузов для сцены не годилась, а он мечтал стать звездой. Руководитель группы посоветовал сменить фамилию Выгузов на более мелодичную, на более звучную. Последние силы, последние силы, собрал для броска. После развода родителей Александр забрал свою мать в Москву. Она очень помогла ему в достижении успеха. Николай Степанович признает выдающийся талант Александра, но про моральные качества сына говорит очень плохо. Ему непонятно, какое право он имеет осуждать его за развод, ведь Санта делал точно так же. У Малинина уже третья тоже семья. И дети, и все. Первый раз Малинин женился на скрипачке из веопоющей гитары Инни Курочкиной. Родился сын Никита, который известен стране по фабрике звезд. Но знаменитый папа ему тогда ничем не помогал. Кастинг парень прошел сам, и отца вообще видел редко. Малинин оставил Никиту, когда мальчику исполнилось два года, и ушел к певице Ольге Зарубиной. Послушать Ольгу Зарубину так это был не брак, а ужас. В итоге она сбежала от супруга в США и спустя много лет вернулась в Россию, чтобы предъявить общественности их взрослую дочь Киру, которая мечтала обрести отца. Но Малинин не признает отцовства и помогать ей не хочет. Кира для него совершенно чужой и ненужный человек. Для Малинина существуют только любимые двойняшки, которые появились в браке с Эммой Залукаевой. Младшие дети живут как в сказке. Он всячески оберегает их от той жизни, которой сам жил когда-то в детстве. Однажды отец Малинина узнал, что сын будет выступать в родном Екатеринбурге. И попросил соседа отвезти его к концертному залу. Он пытался прорваться за кулисы, сказал, что отец Александра, но ему передали, что сын видеть его не хочет. Ну все, Николай Степанович паник, постояли и уехали. Пенсии Николая Выгузова и его супруги не хватает даже на малую часть лекарств, которые нужно принимать для продления жизни. По сути, им приходится выбирать или еда, или таблетки. После инсульт вот эти, ну, такие сильные, они очень дорогие, вот эти таблетки. После того, как ситуация с Николаем Выгузовым стала известна всей стране, певец выложил в интернете видеообращение, в котором пообещал оплатить лечение отца. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, пусть его окружение не волнуется, что им нечем платить, я обязательно все оплачу. Ну, что из этого получилось, пока об этом история умалчивает. Насколько я знаю, ничего подобного пока так и не произошло. Кэти Тапурия тоже всегда скрывала имя своего отца и род его занятий. Но, в отличие от Александра Малинина, никогда не прерывала с ним близких отношений. 16 лет лагерей у него было, и не всегда он был рядом, но то, что его дух присутствовал рядом с ней, Душевная связь у них была, конечно же, всю жизнь. Кэти Ван Тапурия еще в юности получила два приза на престижных международных конкурсах, закончила Тбилисское музыкальное училище. Но о том, что отец Кэти мотал срок в тюрьме, никто из публики до поры до времени не знал. Как только эта голосистая девушка появилась на нашей эстраде, все обсуждали исключительно ее красоту и таланты. Вором в законе являетесь? Да. Отца Кэти зовут Андро Тапурия. Он был вором в законе. Исторически сложилось так, что среди всех воров в законе больше всего граждан грузинской национальности. Андро Тапурия сидел два раза – за хулиганство и за убийство. Был знаком со многими авторитетами криминального мира. И особо ему пригодилась дружба с Асланом Усаяном. Именно с Дедом Хасаном дружил Андро. И он давал ему свое благословение на получение короны воровской. Когда Кэти переехала в Москву, ее отец сменил фамилию. Он прекрасно понимал, что ее имидж будет разрушен, если станет известно, что она дочка вора в законе. У Андро была большая проблема. Ему не совсем доверяли. Они доверяли из-за его пристрастия к наркотикам. Вор в законе, он должен все-таки быть постоянно в тонусе адекватным человеком. Милиция знала, что Андро Тапурия, фамилия которого была теперь Санодзе, употреблял синтетические аналоги героина. И устроила ему засаду. Арестовала его сразу после того, как он купил себе очередную дозу. За такое тогда давали немного. Три года. Но история просочилась в прессу. И вся страна узнала, что отец солистки популярной группы вор в законе, да еще и наркоман. Конечно, ей было неприятно это, как и любому человеку. Неприятно об этом говорить, неприятно отвечать на эти вопросы. Ей бы, наверное, хотелось в тот момент, чтобы ее спрашивали, когда у вас следующий концерт, в каком городе и так далее. Отца певицы отправили в колонию в Мариэл. Но вскоре мужчина умер при до конца невыясненных обстоятельствах. Доступ к наркотикам в колонии у него был. Официальная версия – остановка сердца. Но неофициальная, и она, скорее всего, более честная, да, и настоящая. Это передозировка. Мария Распутина всегда готова рассказать прессе про успешную карьеру и свой счастливый брат. Но стоит задать вопрос про брата. Она сухо отвечает без комментариев и заканчивает интервью. А если журналисты проявляют настойчивость, может запустить в них стаканом с водой. Она никогда не скажет вам про своего брата вообще ничего, ни слова. Как бы вы ни пытались. Они оба родились в глухой сибирской деревне. И в детстве были неразлучны. Звали будущую звезду тогда Алла Агеева. Деревня называлась Уроп. И жизнь в ней была ужасна. Нищета, беспробудное пьянство. Работать никто не хочет. Платят мало. Дикие нравы. С утра до вечера ругань, драки. Мужики бьют баб. Бабы плачут, бьют детей. Дети сами дерутся. Ала Агеева закончила Тверское музыкальное училище. И потом поехала в Москву, где ухитрилась записать первую песню под лихим псевдонимом Маши Распутина. Играй музыкант. Она стала звездой после первого же появления на экране. Закрутила дружбу с Филиппом Киркоровым, Лещенко, Винокуром и другими звездами нашей эстрады. И не забыла про брата. Дала денег на билет, и Николай очутился в столице. Он тоже мечтал выходить на сцену. Но таланта хватило только на должность техника в группе Маши. Сношения между ними были хорошие, но Маша никогда не хотела его светить, она его никогда не показывала. Самое главное для нее было, это ее репутация. Репутация Маши Распутины, когда она стала певицей. Через пару лет работа техникам и бесконечные гастроли Николаю надоели. Он завел сожительницу и устроился машинистом в метро. У его избранницы был ребенок от первого брака. Она была всем довольна. И самый плохой, да, пьет умеренно. Сестра-звезда Маша Распутина. И она им помогала, естественно, между ними никаких там кошек между братом и сестрой не пробегала. В гости ходила, подарки дарила. Но однажды сожительница Николая ушла из дому, попросив его присмотреть за сыном. Агеев потом уверял, что мальчик поскользнулся в ванну. Она увидела то ли в ванной, то ли около ванной труп своего сына. Естественно, полиция обвинила ее сожителя, то есть Николая. Хотя он всячески объяснял, что он не виновен. Звездная сестра одной из первых узнала о трагедии в доме Николая. И она не могла поверить в то, что брат убил ребенка. Но все его оправдания звучали неубедительно. Следователи нарисовали четкую картину ссоры и расправы Николая с ребенком. И суд признает его виновным в гибели ребенка. То есть объявляет Николая Агеева где-то убийцей. Страшнейшее, страшнейшее наказание, страшнейший приговор, перечеркивающий, естественно, всю твою дальнейшую жизнь где-то убийцей. Распутина наняла адвокатов, чтобы защитить Николая. Очень переживала, пытаясь подключить все связи. Но ему дали 10 лет. Певица навещала его в колонии. Сделала все, чтобы брата перевели на зону, где условия получше. Но лучше бы Николай скрывал, кто его сестра, и она к нему не приезжала. Избили его за то, что он хвастался. Вот вы там просто тюремщики. А я, знаете, чей я брат? Вот, моя сестра-звезда. Практически он чуть не умер. Но потом каким-то чудом он выжил. Жизнь на зоне людей, совершивших такие преступления, настоящий ад. Николай не раз хотел покончить с собой. Мужчины, они не любят таких людей, таких преступников. И, конечно же, они, ну что, становятся голубыми. Николай Агеев вышел на свободу в 2003 году. Жизнь его сломана. И, судя по всему, сестра с ним общаться не хочет. В подобной ситуации человек, который оказался наверху, начинает стыдиться людей, которые, как он считает, его позорят, которые нарушают его имиджи, которые создают в его жизни определенные препятствия и стараются дистанцироваться.